Михаил, здравствуйте. Вы знаете, вот только что с вами за кадром, вы мне говорили о том, как вы попали в Ригу, через какие точки на планете, и после Риги вы буквально три дня, я раскрою ваши планы, в Стокгольме, потом у вас на две недели тур в Италии. Вы вообще останавливаетесь? Вообще, в каких странах мира вы успели побывать со своей миссией, скажем так? Вы знаете, практически лучше перечислять страны, в которых я не был. Это во-первых. А во-вторых, все-таки приоритет для меня сегодня, это страны русскоговорящие или бывшие советские, потому что, помните, поэт сказал, блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые. Вот роковые минуты сейчас для бывшего советского пространства, потому что сказывается теперь генетический гулаг, вот как раз подошли к тому времени, когда не хватает внуков и правнуков, нерожденных теми, кто в костях на Колыме, и это очень серьезно. И сейчас могут быть вот эти проблемы, которые возникают и в Латвии, и в Киргизии, и в Туркмении, и в России, и в Украине, и в Белоруссии. У каждого своя проблема, но в конечном итоге корень один и тот же. Вышибание генетического кода, воздействие на генофонд великих народов, народов, которые строились, стремились и так далее, и так далее. И вот поэтому больше всего я здесь. Я в Риге, который город моего детства, потому что это концерты Динтери, потому что это святое место. Я в Витебске даже, где детство прошло, город Шагала, город Кандинского, город Малевича, вот город Добужинского и Бахтина. А я в Москве, столице очень тяжелого государства, совершенно талантливого и совершенно невероятно бесшабашного, разбивающегося головы и продолжающего бить головой все время в уверенности, что они пробьют эту стену. Хотя там нужно или обходить, или научиться взбираться на нее. Но головой там плохо работать. Работать надо до того, как ты подходишь к стене. И я все это чувствую, и все это понимаю, и вижу желание людей, колоссальное желание. Вот вчера в Риге было 1200 человек в этом зале. То есть там были входные счеты, люди стояли на балконе. И я вижу, как это было важно. Концерт продолжался, моя встреча, 3,5 часа для 1200 человек. Я знаю, что если бы продолжался еще час, и опять бы были, и не хотели бы уходить. Но, тем не менее, вы уже знаменители в Италию. Неужели итальянцы менее музыкальные? Неужели? Или... Хорошо, скажите так. А вы лекции там читаете другие? В Риге вы прочитали лекции «Бизнес» и «Музыка», «Бах» и «Энштейн». Вы такие же лекции читаете в Италии? Или там другая тематика интересная? Нет, нет, в Италии сейчас моя международная школа. Сейчас в Италии пройдет на русском языке в данном случае. Потому что со мной приезжают люди из Москвы, из Питера, из Америки. Есть, кстати, школьники из Латвии. Это моя международная школа, когда люди приезжают туда, и там, на месте, в тех или иных странах, мы углубляемся в те или иные культуры. Понимаете, вот что важно. Скажем, последняя школа была Рождество в Швеции. Неделю мы приехали сначала в Стокгольм, а потом уехали в такую глубину. И мы там познали тайну Рождества. Потому что вот через ночь, когда закончилась Рождественская ночь, мы в 6 утра отправились в лес, в уникальную церковь XI века, где первый рассвет нового после Рождественского года встречали первыми хоралами. Понимаете, то есть это все безумная романтика, протестантизм. Мы смотрели всякие органы, мы заходили во всякие органы. Я рассказывал о мистериях, о тайнах органов. Мы видели эти старинные шведские города. Мы видели невероятные заповедники. Мы видели жизнь обыкновенного шведа, потому что я пригласил к нам различных моих друзей, начиная от директора фестиваля международной оперы и кончая простым, можно сказать, крестьянином, который говорит на шести языках. То есть это такая школа глубины, погружения в дух искусства, культуры, мысли, этноса на месте. Вот сейчас это будет Италия. Италия как инспиратор, как вдохновитель других культур. Это будет семь живых вечерних концертов. У нас с собой рояль, с собой пианистка. То есть в тех гостиницах, где не будет рояля, мы будем свой рояль выгружать и продолжать. То есть все время, каждый день Италия, капелла «Скровение», фрески «Джотто», а потом вечером тайна «Джотто» и «Данте», «Данте» и «Беатричи», «Беатричи» и «Лаура», «Лаура» и «Петрарка», «Лаура» и «Шекспир», «Ромео Джульетта», «Оттуда» и «Зверона» и «Шекспир», «Шекспир» и «Чехов», «Чехов» и «Беккет». То есть, понимаете, мы идем в гигантские глубины духа, культуры, Европы, а Италия – это только вдохновенная точка, начало. Вот когда вы посетили музей Ватикана, то вечером вы совершенно по-другому будете слушать сонаты Тортини или Вивальди. — Скажите, а музыка влияет на историю целого государства? Ведь у государства есть гимны. Вот скажите, гимн, его звучание, то те слова, которые заложены в гимне, они влияют на судьбу государства или народа? — Да. Должен признаться, что влияет. Пока, например, Россия не откажется от этого гимна, у них не будет ничего нормального. Потому что ведь Шостакович в своей симфонии, где он воспел образ зла, пятой симфонии, когда у него спросили, о чем она, он сказал, что это ответ советского композитора на справедливую критику партии большевиков. Но дело в том, что никто не услышал, что там закодированы все элементы песни Александрова, тогда она называлась «Песня партии большевиков». Так вот, вспомните начало пятой симфонии «Дикий образец зла». — Это и есть. — Или. — Но Шостакович так спрятал это, чтобы это не было так на слуху, потому что он хотел написать все-таки еще десять симфоний, что он с успехом не сделал в жизни. Потому что если бы хоть одна дрянь услышала, что же с такой же делать в пятой симфонии, даже во второй части. — Пам-пам-пам-пам-парарам, пам-парарам-пам. Знаете, или с Керца. — Пам-па-па-пар-ра-та-там-та-та-та-там. — Пам-пам-па-пам-пам. — То есть все время. — А удачный пример гимна — это гимн Соединенных Штатов? — Самый удачный — это австрийский. Вот почему Австрия живет замечательно? У них Гайден написал гимн. Знаете, это великий Гайден, великая игрушка космоса. Фантастический музыкальный игрок, создатель 104 симфоний, создатель оратории и сотворения мира, величайшей оратории всех времен и народов. Он написал гимн. И австрийцы понимают, что это вечность. Потому что написано 200 лет назад. Все любят, актуален. И все эти горы подпевают великому венскому классику. И значит, венская классика. То есть в основе лежит идея культуры. Не большевиков, а культуры. Или, например, как начинается текстово гимн Швеции. Другам ля дюфрия. Ты древняя, ты свободная. Понимаете, другой посыл. Не великий народ, не великая страна, не великая Русь. Ну, кто это себя называет великим? Ну, какой нормальный народ? Не называют. Американцы, наверное, считаются. Но американцы-то без корней. У них же нет такой нации. Нет, американцы. Великие нации – это те, кто вкладывает в мировую культуру. Россия – великая страна. Но не поэтому. Не потому, что она объемная. Не потому, что у нее много нефти. Она велика тем, что она в 19 веке, поднявшись из ничего, за короткий срок дала миру великую литературу, великую поэзию, великую музыку. Невеликие автомобили, невеликие компьютеры. Россия этого не умеет и никогда не научится. Над нашими машинами, автомобилями смеяться будут еще 100 лет. 200, 300. Вот такие у нас головы. У нас были другие ценности, понимаете? Мы Чехова дали миру, а Чехов – родоначальник театра «Абсурда». Мы Достоевского дали миру, а Достоевский – величайший писатель всех времен. Мы Гоголя дали миру. Гоголь – родоначальник и ближайший друг будущего Кавки и всей литературы потока сознания. Вот чем мы велики. Что в начале 19 века еще, как это были, курные избы, а в конце 19 века у нас Скрябин спасал человечество при помощи мистерии. За 100 лет от курных изб до Скрябина. Вдумайтесь, какой народ. И какие у него возможности. Если эти возможности творчески отправлять к великому, он тогда будет великим. А если его засорять гимном, который написан для партии большевиков, все самые 30-е роковые, страшные годы, и по-прежнему держать все эти трупы в мавзолеях, то действительно ничего не будет. Потому что трупный яд существует. Или вспомните, родина-мать. А теперь вспомните, что советский народ все время делал с этой матерью. То есть вот инцест сплошной, да? Родина-мать, которую мы все время имеем. Ну вот как можно так жить? Люди ведь не понимают, что слово – это энергия. Слово может построить и может разрушить. Вот мы пока научились здорово разрушать. А компенсируем все, доставая из своих вен, недров нефть. – Последний вопрос. Вот вы напомянули Скрябина, который спас человечество. – Спасал. – Спасал, да. Если сейчас такой композитор, родился ли он, живет ли он сейчас, который мог бы сейчас спасти нашу землю? Смотрите, что творится. Постоянные катаклизмы, катастрофы раз в год регулярно. – Есть. – Кто? – Есть. Сейчас великая женщина-композитор. И вообще рано вступило великих женщин-композиторов. Лера Ауэрбах. Она родилась в Челябинске, потом она окончила Джулиарк в Нью-Йорке. Она сейчас пишет такую музыку, весь мир уже с ума сходит. Люди встают на ее концертах. Лерочка – красавица, сказочный человек, гений, абсолютный гений и в музыке, и в поэзии, которую она пишет. Она великая пианистка. Все ее концерты в Карнеке, Холл, Фишер Холл, Альбертс Холл. Вот я сейчас начинаю введение ее имени на это пространство. Все должны услышать ее музыку. Эта музыка великая, мессианская она. Я поставил в ресебе только одну часть одного концерта для скрипки фортепиано и оркестра, и люди были шокированы. Просто шокированы, потрясены сразу, мгновенно. То есть ясно, что за эти 8 минут музыка сказала о великих трагических проблемах и о выходе. Она показывала выход. Понимаете, то есть с одной стороны наступает какая-то страшная сила, а с другой полифонически какой-то человек, высвобождающийся, какой-то пытающийся, какой-то сначала умоляющий, а потом… Это невозможно передать, надо слышать, говорить о музыке конкретно словами для тех, кто ее не слышал и не услышать сейчас немедленно, это немножко неблагодарно. Но есть, есть потрясающие люди, но часто, к сожалению, они не удел. Потому что великое, к сожалению, приходит всегда позднее. Потому что во времена Бетхойна многие считали, что он пишет плохую музыку, потому что он глухой. Во времена Бетхойна. Говорили, ну конечно же, господин Бетхойн, он глухой, поэтому у него ничего не случается. Вы говорите позднее, а может быть некоторые приходят раньше своего времени? Все гениальные приходят раньше, они видят вперед, а общество все время под ноги смотрит. Вот в этом конфликт, понимаете? То есть гений, он же пришел из космоса, у него проблемы времени не существуют. Он вечный, он говорит о вечных ценностях. А публике нужен сегодняшний пирожок. Ты же все равно не подсказывает, время у нас на исходе. Я уверена, что вы придете к нам в студию, преследующий, вы с вами видите в Ригу. Кстати, вы его планируете в ближайший год, в ближайшие полгода? Ну вот все уже планируют, все так ждут, они не хотели уходить после трех с половиной часов, вот эти тысячи двести человек. И было ясно, что даже три с половиной часа это мало, потому что они попадают в свой мир сразу. Они начинают, даже мне после этого там куча народу, потому что они сказали, понимаете, что вы делаете? Мы это понимаем, но мы не могли сформулировать. Отсюда плохо. Как только это все формулируется, становится легко. То есть понимаешь, в чем дело. И тут когда музыка приходит и доказывает, что да, это истина. И тогда думаешь, господи, как же глупо я жил. Ну почему я так жил? И вот некоторые находят себе силу воли. Поэтому мы планируем с Галиной полтора, что видимо, то есть не видимо, а скорее всего, уже осенью, к началу сезона, вот я проведу концерты свои московские в Нижнем Новгороде, три симфонические концерта. Если все будет, как я мечтаю, то мы привезем к вам моего девятилетнего гения Данечку Лазаковича, который вот как через сто лет после гениального хейфица, опять в этом возрасте, сыграет этот гениальный концерт. А так сыграет, что зал встает. Невозможно поверить, что маленький такой крохотный кукленок так играет на скрипке. Он сейчас только что победил в Брюсселе взрослых всех. Гениальный мальчик, как я его люблю. Приедем тогда с ним. Вы услышите еще такое чудо, как это звучит. И думаем, что может быть удастся дать три симфонические концерта, если мэр подарит нам оркестр на три дня. Надеюсь. На три вечера. Спасибо. Это пока все. Слышу под масти в день.